94 года, полтора десятка внуков и жизнь, наполненная миллионом событий. Константин Гришанов с детства мечтал об армии. Дедушка и папа вдохновляли его личным примером. К сожалению, мечта сбылась. В далеком 41-м молодой парень, которому было всего 18 лет, пошел на фронт добровольцем. У меня в плане было быть летчиком. Я стал оформлять документы, говорят, во-первых, возраст не позволяет. Поэтому вопрос сейчас решат, не может решиться. Если хочешь десантником быть, с парашюта прыгать, вот туда мы тебя сейчас пока пошлем. Я говорю, с удовольствием. Они высадились группой из 26 человек прямо на голову немцам. Приземлялись днем буквально на штыки врагов. Выжила лишь половина отряда. Так и познакомились. Легкому и ловкому мальчику товарищи быстро дали ответственное задание и прозвище «кошка». Моя была обязанность с крыши броситься на часового. А мои 4-5 человек там сидят в сугробах. И тут же, спасая меня, уничтожают кляп в рот, как говорят немцу. И шума никакого. И я жив, и немцы взяли. Почти полгода Константин Сергеевич провел в Тулу врага. Вместе они подорвали железную дорогу, два моста и погубили не одну тысячу врагов. Насыщенная спецоперациями жизнь сейчас вспоминается с трудом. Сказывается возраст, но есть моменты, которые врезались в память. Например, как расстреливали немцев, которые пытались увезти скот у жителей одной из смоленских деревень. Уже светать стало, и они только вошли в село, эти 30 человек, на пяти лошадях. Мы встретили огнем. Конечно, мы были вооружены, и все были автобатами стражены. Константину Сергеевичу довелось воевать на двух фронтах. Под Москвой он был десантником, а в Смоленске вошел в состав пехоты. Получил два ранения, лишился ноги. При этом ему одному из первых в стране вручили орден Красной Звезды, высшую солдатскую награду. Там не чувствуешь себя невиноватым, ни каким-то врагом. Для тебя нападает враг. Я его должен убить. Вот все. Вся встреча в этом заключается. За свою жизнь Константин Гришанов успел освоить не только военное ремесло. На его груди красуются два трудовых ордена – Красного Знамени и Знак Почета. При его руководстве сельское хозяйство Рязанской области стало образцовым, внеся огромный вклад в развитие экономики возрождающейся страны. Продолжение следует...